Музыка Что можно увидеть, если выйти на улицу в город? Машины. Много машин. Машины, которые едут, машины, которые стоят во дворах. Машины новые, которые нуждаются в плановом обслуживании, и машины старые, которые нуждаются в ремонте. И, конечно же, человек, который разбирается в машинах, не останется без работы. Это именно тот сектор экономики, в котором сегодня, завтра и даже через годы не будет недостатка в работе. Вне зависимости от любых кризисных явлений. А если есть работа, есть и оплата. Сегодня многое говорят о том, что у нас перепроизводство юристов, экономистов, других гуманитариев. О том, что устроиться трудно, о том, что зарплаты маленькие у молодых специалистов, а обучение дорогое. Но как-то не принято говорить о том, что спрос на рабочие специальности в стране с каждым годом растет. О том, что обучение по ним после школы бесплатное. О том, что поступить в высшие учебные заведения без ЕГЭ можно вполне на законных основаниях. А получать хорошую зарплату сразу после получения диплома тоже реальность. После девятого класса поступил, потому что эта специальность, я считаю, больше для меня подходит. Мне нравится. Очень нравится. Не пожалел. Наоборот. И в институт собираюсь после колледжа поступить. Мы изучаем в основном нужные предметы устройства автомобиля, техническая механика, материаловедение и математика. Самое, я считаю, то, что нужно для механика. Само обучение в колледже нетрудно. Если, конечно, учиться и стараться, то очень легко и понятно все объясняют. Подготавливаем мы здесь специалистов среднего звена. Это техники и механики, которые потом работают на наших автотранспортных предприятиях. Работа интересная. И я считаю, те студенты, которые успешно проходят курс, используют свои знания в практической работе уже на промышленных предприятиях, в автохозяйствах. Известно, что у нас сейчас век автомобильного транспорта, машин очень много. И наша специальность востребованная. Она может применяться как в промышленности, в строительстве, так и в сельском хозяйстве. То есть в любой отрасли нашего производства промышленности применяется. И проблем с трудоустройством наших выпускников нет. Кроме того, что они могут работать по специальности, они после окончания нашего колледжа могут идти учиться в лесотехническую академию. И повышать свой образовательный уровень и уже становиться инженерным-механиком. То есть в худшее образование. Выпускники девятых классов приходят к нам и поступают без ЕГЭ. И потом, когда заканчивают наш колледж, они в академию лесотехническую поступают, так же не сдавая ЕГЭ. Это как один из плюсов нашего обучения. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Бесплатное обучение. Срок обучения 3 года 10 месяцев после девятого класса, 2 года 10 месяцев после одиннадцатого класса. Возможно поступить в высшее учебное заведение без ЕГЭ. Бесплатные обеды. Легкое трудоустройство. Получение прав категории B и C. До этого учился на логистику, просто не понравилось. Всегда хотелось автомехаником быть. Потому что отец учился тоже на такую же профессию и работал. В детстве с машинами. Поэтому именно и она. Мне действительно здесь очень нравится. Преподаватели очень хорошие. Грамотно дают свой предмет. Понимаем. Если хочешь, будешь учиться. А если нет, здесь нету. Трудно, нетрудно. Если ты что-то банально не понимаешь, подходишь, спрашивают, тебе объясняют. Поэтому и нетрудно. Я планирую поступать в лесотехническую академию. У нас колледж, насколько знаю, сотрудничает с ней. И у нас ребята сдают минимум вступительных экзаменов. И поступают на второй курс, на дневное отделение. Бесплатно в лесотехническую академию. Поэтому как бы буду туда поступать. Субтитры сделал DimaTorzok